Единый день голосования прошел в Беларуси впервые. Всего работало 5 411 избирательных участков. С 20 по 24 февраля проходило досрочное голосование. По его итогам свой выбор сделали без малого 42% избирателей. В выходные много работы, поэтому пришли проголосовать сегодня всей семьей. 25 февраля поучаствовать в выборах можно было с 8 до 20.00. На участках царила оживленная праздничная атмосфера. Избиратели встречали как дорогих гостей. Каждому внимание. На участке зарегистрировано более полутора тысяч избирателей. Избиратели идут очень активно. Район у нас возрастной. Естественно, избиратель ответственный. В единый день голосования по всей стране избирательные участки посещали международные наблюдатели. Бобруйск не стал исключением. Представители миссии от СНГ следили не только за ходом выборов. Да, они приехали проверять, но еще и поделиться. И чему-то научиться у нас. Хочется отметить очень высокую степень подготовленности и членов комиссии, и большой интерес жителей города к избирательному процессу. Очень неожиданно и приятно было видеть ту атмосферу праздника, которая создается на избирательном участке. Выборы в городе на Березине прошли в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. Избирателям были обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю. Чувствуется глубокая заинтересованность членов комиссии и органов власти, которые непосредственно обязаны и обеспечить участки всем необходимым, и обеспечить доступность, доступную среду для всех категорий граждан. Поэтому явных каких-то недочетов или нарушений нами не было нигде обнаружено. На прошедших в Беларуси выборах все 110 депутатов Нижней палаты парламента избраны. Озвучены предварительные результаты, согласно которым Ольга Жук, Оксана Приходько, Антон Каранкевич в ближайшие пять лет будут представлять наши интересы в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.